Что случилось в 2013 году с биткоином? История повторяется. Одной из известных историй, связанных с биткоином и банками, является кипрский кризис 2013 года. В этот момент правительство Кипра столкнулось с финансовыми трудностями и было вынуждено обратиться за помощью к Европейскому Союзу. В рамках соглашения была проведена реформа банковской системы, которая включала конфискацию части депозитов в крупных банках на острове. Это привело к тому, что многие жители Кипра не смогли получить доступ к своим сбережениям в банках, и многие из них потеряли значительные суммы денег. В результате многие люди начали искать способы сохранения своих сбережений в безопасности, и многие из них обратили свой взгляд на биткоин. Цена на биткоин начала расти, так как все больше людей обратили свой взгляд на эту криптовалюту, как на способ сохранения своих сбережений. Это привело к тому, что цена на биткоин достигла своего тогдашнего максимума – 266 долларов в апреле 2013 года. В последнее время на рынке акций банков США наблюдается сильное падение. Это связанное с различными факторами, включая низкие процентные ставки, медленный рост экономики, налоговую политику и другое. Эти факторы могут снижать прибыльность банков и, как следствие, влиять на цену их акций и рост интереса к криптовалюте, в частности к биткоину. Люди лишь ищут альтернативные способы инвестирования и хранения своих денег. Однако вложения к криптовалюту также не лишены рисков. Поэтому перед тем, как принять решение о вложении, необходимо тщательно изучить этот рынок и сделать информационный выбор. Интересно услышать ваше мнение, будет ли массовый пролив денег из банков в биткоинках в 2013 году. На это я могу сама ответить вам, погодав на картах и вставив непосредственно в эту запись свое гадание. Вопрос карта 2. Будет ли перелив в биткоин средств финансовых в 2013 году. Да, вы знаете карта, да, да, да. Да, поддержка, сила. Я вернулась сама. И королева жерзлов почему-то. Верхногами, да, это будет колдовство какое-то. Да, пасили, да. Королева жерзлов, вверхногами, да. Так. Будет ли? То есть они сами выскочили на эти жениха. Ну да. Так. Пойдем старший карпан второго. Здесь младший подсказ. Сейчас. Отшельник, возможно. Возможный. То есть самый лучший вариант. Отшельник предполагает по старшему аркану. Иллюзии. Так вот, очень огромная иллюзия связана с педагогами. Да, деньги будут. Ну здесь паш. Прямой повешенный. Прямой повешенный. Ну и да и нет. Прессу фортуны. Тоже невозможно угадать здесь. Смерть перевернутая. Да. Ну, возможно, да. Но что-то оно как-то будет по повешенному не очень. Ну да. Перевернутая смерть.